Всем привет, с вами я Денис Давыдов и сегодня я впервые хочу провести что-то типа влога, то есть не будет никакого обзора. Я хочу снять, ну делать нечего, да, по большому счету, я хочу снять в местах, ой, я вам уже говорил, что, разумеется, в прошлом обзоре вот этого костюма противоклещевого, в котором я, собственно, и хожу заниматься поиском артефактов, я не говорю это монет, кладов, потому что, ну сейчас что-то найти. Я, тем более, не профессионал в этом деле, но это просто бесполезняк. И лес, я вам серьезно говорю, перекопан конкретно, там идешь, там яма на яме, то есть там копать все, кому не лень. У меня, кстати, впервые был металлоискатель 18 лет назад, я его просто приобрел. То есть я не являюсь серьезным копателем, но так, просто так, в рамках выходных дел, там, да, развлекухи, я именно летом, там, на каникулах, когда еще в институте учился, то есть этим занимался, ничего я не нашел, но тогда предметом было просто море. Ты идешь, и сигнал, он цветной, только так. Сейчас я уже на чербет переключился, я дискриминацию отключил, потому что, ну, бесполезно что-то искать. Здесь, вот окопы, куда я пришел, здесь окопы, видны даже бугор, сейчас я вам их покажу. Соответственно, тут поисколько куча. И сейчас я пришел на тот участок окопов, который, он мало прохожен, потому что, прям тут находится рядом частная собственность, там лаят собаки, и, соответственно, сюда мало кто уходит, именно вот в этом, буквально пару десятков метров, и там, действительно, я сейчас вам покажу, я там это все нашел, там что-то есть, что поискать. Я ни в коем случае не надеюсь, что можно найти что-то толковое, там, типа оружие, там, монеты, нихрена, это все равно это хожено-перехожено, и все. И у меня, кстати, нет такой крутой металлоискатель, я его, кстати, купил в Ашане, там, года два назад, это копеечный прибор, американский, он Bounty Hunter, то есть, неплохая фирма, но это самая простецкая вещь, разве годящийся, ну, разве только что на пляжах ходить, там, монетки собирать. Да, он электронный, но это не то, что нужно, это не то, что нужно, но я же не занимаюсь этим, мне за тысячу долларов не нужен прибор, а этот стоит, ну, на распродаже, там, 7800 рублей. Это при современном курсе, высоком, то есть, это очень дешево. Так он по магазинам, в общем, 10 тысяч я бы смотрел, стоит. Но не суть. Смотрите, самое главное, что я вас хочу попросить, потому что в связи с двумя месяцами просто безделия, ну, в связи с чемпионатами мира и невозможности работать, с проблемой, соответственно, с финансами на съемке, я вас прошу помочь мне собрать номер карты валютной, ссылочка в описании, собрать всего лишь 100 евро, и я смогу купить ствол, и мы в следующем тогда обзоре его, я его куплю, и мы обозреем тему новую, интересную, будет интересно, помогите собрать всего 100 евро или 7 тысяч рублей. Окей, соответственно, за все отчитать, все покажу, будет интересно. Да, кстати, показываю вам, что я находил, абсолютный мусор, но вот такие предметы, в основном, приходится находить. Это, ну, понятное дело, вот это поля, в полях цвет мета практически нету сейчас, и поэтому находим, соответственно, чермет, да, то есть то, что люди в основном исключают, начинающие особенно металлоискатели. Это, ну, это понятно, что это, да, то есть прицеп, сельхозприцеп, соединять огромный штифт, соединять технику, прицеп и трактор, допустим, да, тут кольцо висит, чтобы не потерялось, ну, потерялась эта фишка. Дальше тоже что-то от культиватора, скорее всего, но, кстати, местные колхозники, так сказать, не могут сказать, что это такое. Так, ну, это, понятное дело, это у нас подковка, причем она достаточно старая, потому что уж слишком сильно повреждена коррозией. Дальше, дальше это тоже, это экскаватор, я думаю, вы прекрасно понимаете, это палец вот от экскаватора, который вот подвижный на штифтах держится, вот, далее, далее вот это лесная, кстати, находка, очень тяжелая, этот трак от гусеницы, вот, ну, я думаю, все, что все-таки, конечно, это не война, это, хотя тут есть, видите, обломыш такой, вот, то есть, не знаю, подскажите, потому что найден, я нашел это в местах боевых действий, вот, видите, тут слом есть, вот это тоже самое, то есть, но это не война, тоже на местах военных нашел, следы краски еще красные есть, я думаю, что это тоже сцепка какая-то, да, сельхозная, тяжелая техника, потому что очень тяжелый металл. Так, вот это мне сразу сказали, это культиватор, вот так вот, который делают, тык-тык-тык-тык. Ну, а вот это, конечно, уже, это, конечно, война, вот, видны вхождение пуль, я как понимаю, это гильза, да, то есть, вот, вот, полосочки тут идут, тут, видимо, стоял сама пуля или снаряд, вот, ну, а тут донышко гильзы, оно утеряно, тоже в местах боевых, я нашел, куда, собственно, мещаться, правильно. Это, это хрень какая-то, не знаю, никто не знает, что это такое, вот, ну, я не думаю, что это что-то особое, это, кстати, цвет мет, вот, дюралевая какая-то штука обломанная или алюминиевая, или селуминовая, сложно сказать. А сейчас отправляемся в лес, поехали. Так, ну что, я, собственно, в лесу сейчас, я пришел к этим окопам, они, вот они, смотрите, то есть, если вы посмотрите на просто, на ландшафт, и тут, хоп, вот он, бугор начинается, то есть, я не знаю, он, конечно, менее виден, вот, да, то есть, вот он идет, бугор, вот, а тут углубление, как бы, я вижу, что там двухмерная картинка, и не особо видно, ну, вот, видно, что тут вот вверх подымаешься, видите, вот этот бугор, это вот он был закопан, вот, и если уходить глубоко в лес, то есть, тут есть какие-то уже ямы, но, собственно, вот тут вот за, видите, лес кончается уже, и прямо на границе вот тут собаки гавкают, собаки гавкают, и, собственно, поэтому можно будет снять что-то потише, да, кстати, вот какая-то ямка уже, видите, смотрите, вот, это свежие ямы абсолютно, да, абсолютно свежие ямы, это плохой признак, кто-то тут рылся, что-то находили, вот, и, соответственно, соответственно, это плохо, вот, а вот там поближе, прям еще поближе к краю, там, соответственно, ладненько, ладненько, давайте, я как нахожу первое местечко, вот моя техника, вот моя лопата, мы идем искать, поехали. Капец, у меня нет оператора, первый сигнал, вот, ну, соответственно, показывает, что глубина небольшая, это железо, и, я думаю, что тут полная хрень, но копать надо, то есть это железный сигнал, это уже сразу понятно, что это барахло, то есть это может быть уже фигня какая-то, ну, соответственно, копаем, и смотри, что это за барахло, вот уже находочка, она видна, вот, смотрите, это реальный, это же плуг, как я понимаю, да, смотрите, офигеть, вот, то есть, да, глубина, она совсем небольшая, такая огромная вещица, вот, вот, видите, в противоклещевом костюме, кто такой хочет, ссылочка в описании, стоимость всего 1700 рублей, для подписчиков будет скидочка, клещей не боюсь, тут есть ловушки, ну, я, конечно, не сдавальщик чермета, сейчас по чермету просто уже стали искать люди по чермету, потому что, ну, я знаю, в России таких много каналов, они ищут тонна, по-моему, да, 10-12 тысяч рублей, и они сдают это, ну, потому что, извините меня, тут уже килограмм 5, если я не ошибаюсь, ладно, идем искать дальше. Так, ну, что, еще одно местечко, и, кстати, о собаках, они начали гавкать, вот, кстати, как выглядят места после того, как я тут все взъерошиваю, вот, короче, это, ну, конкретно бросается в глаза, конечно, ну, не суть, не знаю, это мало волнует, вот тут еще одно местечко я нашел, не знаю, что тут такое будет, что-то. Копать на всех сигналах очень тяжело, скажу, кстати, показать вам, где клещи тусуются, смотрите, вот они, вот они здесь, маленькие, они все здесь, но мне как-то не страшно. Я, кстати, в прошлый раз манипуцку одну выцепил все-таки, совсем маленький, то есть его даже никто не видел, случайно увидели, вот, он был вообще как соринка, как малюсенькая соринка. Ладно, давайте дальше пойдем, я не буду копать. Ох, короче, ребята, это такая работа пахаря, ну, я знал об этом, в общем, поэтому я этим не занимаюсь, у каждого свое дело, да, я оружейный блогер, поэтому помогите, карточка в описании, чтобы снять нормальный ролик, вот, короче, вон сколько я и ям уже накопал, смотрите, вон они, и это, конечно, просто жесть, мусор один, не знаю, вот сейчас что-то попалось, ну, опять из черметы, конечно, вот, и посмотрим, что это такое, посмотрим, что за хрень, вот, ну, хрень какая-то, не знаю, что это такое, ну, под корнем, видите, была, была она под толстым корнем достаточно, вот, я не знаю, что это такое, ну, видно, что сварено, так сказать, не на промышленном уровне, искусственно, ну, для чего-то эта фигня использовалась, я, конечно, не знаю, война это не война, но думаю, в таком сохранении она просто не сохранится, наверное, просто какой-то металлический мусор, ну, не знаю, такую хрень я прям, в отличие от плуга, ну, таскать не буду, фигня. Вот, что значит, когда за дело берется полный дилетант, ты нихрена не находишь, ты тратишь просто уйму сил, короче, ну, грубо говоря, ничего интересного из артефактов, кроме этого вонючего плуга я не нашел, ну, какие-то вот эти черметовские уголки, там вы видели, это мусор, все, я, короче, отправляюсь искать дальше, короче, можете ставить дизлайки, мне все равно, потому что это полный ложак, но с баблом мы должны решить вопрос, поэтому не забывайте смотреть в описании и снимаем нормальное в моем стиле профи-видео. Ладно, идем искать дальше. Короче, копал-копал и выкопал вилку вот такую вот, вот, уже еще свет, я уже просто, у меня все глаза в земле, ну, вообще, блин, вот, какая-то вот такая вилочка, мусор, но на безрыбье и рак рыба, да, как говорится, странно, что она железная, но, кстати, очень тяжелая. Ну, все, друзья, на сегодня все, я с поиском завязываю, потому что, ну, потому что это полный песец, я представляю весь в клещах, потому что в итоге я смотрел без капюшона, потому что при тридцатке и вот в этом парнике это капец, это полный капец, это можно похудеть только. В итоге я дополнительно ничего так и не нашел, накопал кучу ям по чермету, цвет я так и не нашел, надо менять какую-то тактику, если можете в комментарии подскажите, только не надо про карты, я этим не буду заниматься, это тут известно, что это тут все было. Как вариант, мне еще сказали, прибор нужен дорогой, но это тоже, мне это не нужно, мы сами, вы сами знаете, что нам нужно. Нам нужно снимать только пушки и больше ничего, и всякую милитари тему, потому что в свою тему я залазить не буду, вот, но, тем не менее, конечно, попытаемся вернуться в лес, поменять именно тактику, вот. Посмотрю, что это за вилка, я попытаюсь ее в кислоте и напишите вообще, когда были железные вилки чисто, то есть вообще я помню, что Нерш, это Советский Союз, Мельхиор, Мельх, МНЦ, Медь, Никель, Цинк, а почему она железная, на какие времена она может быть, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Вот, я понимаю, что это мусор, но просто интересно, да, на без клади и мусор рыба, как говорится. Я нашел дикую черешню, видите, она такая черная, ниггерская, горькая, но такой благородный горький вкус, как у выдержанного коньяка, вот, многое достаточно крупное, приятное на вкус. Вот. Возле поля находится, вот. Вон, кстати, леса. Я, что могу сказать, конечно, будем пробовать еще. Я не профессионал в поиске, мне никогда этого не получалось, я никогда не находил имперскую даже монету, признаюсь в этом. И что-то надо делать. Я буду слушать ваши комментарии, какие вообще признаки, что, как, как можно искать, что делать, вот. Ну, и помогаем мне собрать 100 евро. Я думаю, это очень быстро можно сделать, чтобы купил ствол и сняли мы, наконец, нормальные видео с патронами, естественно. Потому что я не могу, это не мое, я не могу этим заниматься. Это просто лажа полная. Я очень, кстати, понимаю, труд этот тяжелый, этих поисковиков, которые снимают у них каналы, есть, да, особенно там есть, не хочу рекламировать один канал, есть один канал украинский, топ, так сказать, 300 с чем-то тысяч подписчиков. У них каждый раз какие-то поиски, каждый раз какие-то находки, они там их продают. Кстати, даже тут вот я стою, и тут вот копы видны. Вот видно, что тут копали. Поэтому вот так вот для начала продолжим снимать. У меня самое ближайшее видео по плану, это, помните, у меня был обзор в Германии аукциона, такого прикольного разного оружия. Сейчас будет обзор тоже результатов майского аукциона. Там все будет вермахтовое оружие, вермахтовое оружие, эсэсовское оружие, оружие нацистских преступников, оружие шейхов. Ну, вообще, супер классный аукцион, интересные предметы. Есть интересные русские предметы, обязательно смотрите и на этот видос. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был я, Денис Давыдов. До новых встреч. Пока!